Ура! Наконец-то мне пришла камера, не прошло и недели, но это, конечно, в сарказме сказано. Очень долго она до меня доходила. Вот сейчас давайте сразу её распакуем на видос. В случае чего неисправно будет, как доказательство приложу. Так, что-то я неровно порезал. Хотя ладно, норм. Опять вот, монопод забыл дома. Так приходится одной рукой всё делать. Так. Оп, всё. Нормально. Так, сверху, сверху ещё надо. Блин. Не так-то это просто. Так, ну ладно, сейчас попробуем. Собрать даже. Так, всё. Так, ну это у нас с пиарчиком видео. Да, ну честно, недовольны, как они доставили её. Очень-очень долго доставка была. Так, всё. Актерку завёрнута. Ладно, думаю, траблок не кричит. Так, ну вот, в общем-то и сама камера. Сейчас, давайте, достанем. Так, вот. Сейчас подальше. Надо подальше. Вот такая вот камера, как я и говорил, она не экшен. То есть, она не бронированная. Sony HDR-MV1. То есть, Music Video Decoder. То есть, как мы видим, она вот имеет два таких стереодинамика, которые расположены в разные стороны. В общем-то, очень-очень хорошо звук кушают. Ну, в плане того, что качество звука очень хорошее при записи. Вот, её обычно используют музыканты при записи там каких-то студийных этих видеоклипов. Вот. Ну и как бы, и что хорошо, там типа матрица какая-то позволяет снимать ночью. То есть, я не знаю, правда это или нет. Ну, проверим. То есть, в ночных покатушках я её буду использовать. Она небольшая в размерах. То есть, записывает Full HD 1080. 30 кадров. Ну, конечно, не 4К, как может GoPro. Но зато в GoPro звук херовый. Вот. У меня покруче, наверное, будет. Вот. Была возможность взять Sony экшн-камеру. Ну, то есть, другую. Да, блин, где мой нож? Вот. Взять экшн-камеру Sony. Но я подумал, блин, мне вот экшн-камера для блогов, ну, не очень. Она, конечно, хороша там. То, что она вот бронирован, то, что её с собой можно везде взять. По габаритам она, то есть, не такая уже большая. Её в карман можно спрятать. Вот. Но потом подумал. Мне всё-таки качество картинки, во-первых, важно будет. И, как бы, качество звука. Так. Важно. Ну, прям не могу. Вскажем. Что? Открыл. Пусть я и коробку разодрал, но зато открыл. Конечно, вообще, самая полёвая распаковка будет. Ничего не видно. Всё одной рукой делаю. Так. Сони. Китай. Так. Заказан я не с Алиэкспресса, ребята. Доставляли мне её с Москвы, эту камеру. Вот. Заказал я её 21-го, что ли, числа. Ну, две недели, как меня, в принципе, и предупреждали, что она будет идти. Так. Да ладно. А как я её с таксом? Так. Давайте я сейчас установлю запись. Так. Ну, в общем-то, вот, я её включил, поставил батареечку. Сейчас надо настроить дату. Так. Какое сегодня число-то? Блядь, не помню. Сейчас надо посмотреть. Так. Ну, всё, как бы. Сейчас я пока не записываю. Вот. А батареечки тут мало. Флешку я ещё не поставил. В общем, угол обзора тут 170 градусов. Она на данный момент, как бы, в магазине, в официальном Sony продаётся. То есть, ну, как топовый, что ли, продукт. Так вот. Вот, в общем-то, сейчас я откручу вот эту вот залупу. Это как кронштейн, подставка магазинная. Вот. Вставлю флешку. Флешка тут, кстати, в микроизитете вставляется. Удобненько. Вот. Ну, и как бы сделаю тестовый ролик. Так, ну, вот, в общем-то, тестирование. Первая запись. Экран сразу гаснет. Для экономии энергии. То есть, ну, он как сбоку работает, но на минимальной яркости. Да, вот, посмотрите, обзор, мне кажется, вообще чётенький. То есть, сколько он тут? 180 градусов или 170? Ну, почти, грубо говоря, как фишай. Только это не линза, а, как бы, ну, нормальный объектив. Вот. Какие тут вообще преимущества среди каких-то других камер? Во-первых, это два стереодинамика. Во-вторых, это компактность. То есть, она маленькая. В-третьих, тут есть экран. В отличие от других экшн-камер, к примеру, я вот с ними ещё сравниваю. Какие тут минусы? Тут нет зума. То есть, приближать, отдалять изображение нельзя. Но мне, в принципе, это и не надо. То есть, я этим абсолютно не пользуюсь. Вот. А сюда можно также подключить микрофон и подключить наушники. Ну, наушники это, наверное, для просмотра видео. Вот. Тут есть тоже динамик. То есть, полностью камера, как бы, укомплектована. Тут зарядник USB идёт. И вот такая вот крышечка на объектив. Вот. Её очень удобно прикручивать на монопод. То есть, она лёгкая, она по габаритам. Ну, серьёзно, как экшн-камера. Вот. Но при всём при этом, там, стереозвук. И, как бы, в некоторых планах она превосходит её. Ну, в общем, вот такая вот распаковочка. Посмотрю сейчас, приду, какое качество будет. А с вами был Саша Джиггернаут. Увидимся. Сейчас, для чистоты эксперимента, я, как бы, камеру расположил внизу, а iPhone наверху. И вот сейчас сравним звуки, которые с них идут, и, как бы, изображение. По качеству, если вот этот, к примеру, камера будет снимать в том же качестве, что и iPhone, это будет уже большой плюс. То есть, на iPhone уже мы знаем хорошую матрицу. Вот. Я, как бы, на iPhone бы и записывал, если бы не память сама. Вот. Ну, как-то с камерой попроще, нежели с iPhone. Так. А, я ещё забыл сказать, в этой камере Wafik есть. Wi-Fi встроенный. Вот. Ну, как-то вот так вот. Тестирование. Такое сравнение. Там, что лучше, что хуже. Вот. Как-то так. Конечно, сейчас это бессмысленно такой тест. Я просто ввожу это всё в машине. Надо же, там, на каких-то пейзажах. Но, думаю, для меня это будет, как бы, достаточно. То есть, угол обзора тут сразу видно уже разный. То есть, пиздец как разный. Но, если на iPhone 90 градусов, то уже в этой камере он 180, как я уже и говорил. Давайте сейчас что-нибудь поближе попробуем снять. Например, вот сейчас ставим музяку. Включим её. Субтитры сделал DimaTorzok